Артур Конан Дойл. Проблема моста Торра. Читает Оскар Кучера. Где-то в подвалах банка Кокс и Ко на Чаринг-Кроссе покоятся видавшие виды помятая жестяная вализа с моим именем. Джон Х. Ватсон Д. М. Служ в индийской армии. Черной краской на крышке. Она набита бумагами и почти все они записи, посвященные примечательным проблемам, которыми мистеру Шерлоку Холмсу приходилось заниматься в то или иное время. Некоторые и отнюдь не наименее интересные завершились полной неудачей, а потому о них вряд ли стоит рассказывать, поскольку заключительное объяснение отсутствует. Проблема без разгадки может заинтересовать специалиста, но только раздосадует просто читателя. К таким незавершенным случаям относится судьба мистера Джеймса Филимора, который был и вернулся в собственный дом, чтобы взять зонтик и которого в этом мире больше никто не видел. Не менее примечателен и случай с парусником Алисия, который в весеннее утро заплыл в небольшую пелену тумана, но не выплыл из нее и что произошло с ним и с его командой покрытым раком неизвестности. Третий примечательный случай, достойный упоминания, связан с Изодором Персано, известным журналистом и дуэлянтом, который был найден в состоянии полного помешательства со спичечным коробком перед ним, в котором находился удивительный, неизвестный науке червяк. Кроме этих неразгаданных дел, есть еще и связанные с частными семейными тайнами, и мысль, что они могут быть разглашены печатно, вызвала бы большую озабоченность в разных высоких кругах. Мне нет нужды говорить, что подобное нарушение конфиденциальности немыслимо, и что эти записи будут отобраны и уничтожены теперь, когда у моего друга есть досуг заняться этим. Остается немало дел большего или меньшего интереса, которые я мог бы изложить раньше, если бы не опасался, что избыток их может приесться публике, и это скажется на репутации человека, почитаемого мной более кого бы то ни было. В некоторых я сам участвовал и могу говорить как очевидец, в других я либо никакой роли не играл, либо столь малую, что рассказывать о них можно лишь в третьем лице. Ниже следующий рассказ почерпнут из моего личного опыта. Было ненастное октябрьское утро, и, одеваясь, я следил, как ветер срывает и закручивает последние листья, еще сохранившиеся на одиноком платане, украшающем двор позади нашего дома. Я спустился к завтраку, готовый найти моего товарища в угнетенном настроении, ибо, подобно всем великим художникам, он легко поддавался воздействию окружающей обстановке. Оказалось же наоборот, что он уже почти кончил есть в настроении прям-таки радужном и полном той зловещей бодрости, столь характерной для моментов его наилучшего расположения духа. «У вас есть новое дело, Холмс?» — заметил я, будто между прочим. «Способность к дедукции, видимо, заразительна, Ватсон», — отозвался он. «Она помогла вам нащупать мой секрет. Да, у меня есть новое дело». После месяца тривиальности и застоя колеса вновь завертелись. «Не поделитесь ли?» «Делит, собственно, почти нечем, но мы можем обсудить и то немногое, что имеется, когда вы съедите два яйца вкрутую, которыми наша новая кухарка облагодетельствовала нас. Возможно, их состояние имеет какое-то отношение к экземпляру семейного Геральда, который вчера я заметил на столике в прихожей. Даже такой заурядный пустяк, как варка яиц, требует внимания к течению времени и несовместим с любовной историей в этой превосходной газете». Четверть часа спустя со стола было убрано, и мы сели друг против друга. Он вытащил из кармана письмо. «Вы, конечно, слышали про Нила Гибсона, короля золота», — сказал он. «Вы имеете в виду американского сенатора?» «Ну, он когда-то побывал сенатором от какого-то западного штата, но известен он как величайший в мире магнат по добыче золота». «Да, я о нем слышал, и ведь он уже некоторое время живет в Англии, его фамилия постоянно упоминается. «Ну, он купил большое имение в Гэмпшире лет пять назад. Возможно, вы также слышали о трагическом конце его жены?» «Разумеется, теперь я вспомнил. Вот почему эта фамилия настолько на слуху, но никаких подробностей я не знаю». Холмс махнул рукой в сторону стула с газетами на нем. «Я понятия не имел, что это дело может попасть ко мне, не то вырезки были бы у меня уже готовы», — сказал он. «По сути, проблема, хотя и крайне сенсационная, казалось, никаких трудностей не представляла. Необычная личность обвиняемого не затемняет ясность улик». Именно такой была точка зрения присяжных суда Корнера, а также разбирательство в полицейском суде. «Теперь дело будет рассматриваться судом графства в Винчестере. Боюсь, задача неблагородная. Я способен найти факты, Ватсон, но не изменить их. Если на свет не появятся совершенно новые и неожиданные данные, не вижу, на что может надеяться мой клиент». «Ваш клиент?» «А, я же забыл вам сказать. Начинаю заражаться вашей запутанной привычкой, Ватсон, рассказывать историю задом наперед. Лучше сперва прочтите вот это». Письмо, которое он протянул мне, было написано твердым, властным почерком и гласило следующее. «Отель Кларыч, 3 октября. Дорогой мистер Шерлок Холмс, «Не могу смотреть, как лучшая из женщин, когда-либо сотворенных Богом, обрекается на смерть и не сделает все, что в моих силах, для ее спасения. Но я не могу объяснить случившееся, не могу объяснить его, но я знаю, вне всяких сомнений, мисс Дамбер невиновна. Вы знаете факты, кто же их не знает? Все графство сплетничало. И ни единого голоса в ее защиту. Дьявольская несправедливость всего этого сводит меня с ума. Сердце этой женщины не позволило бы ей убить и муху. Но я приеду в 11 завтра утром и посмотрим, не сумеете ли вы бросить луч света в этот мрак. Может быть, у меня есть объяснение, но я об этом не догадываюсь. Как бы то ни было, все, что я знаю, и все, что я имею, и все, что я есть, все в вашем распоряжении, только спасите ее. Если когда-либо в вашей жизни вы использовали всю меру ваших талантов, посвятите их теперь этому делу. Искренне ваш Дэ Нил Гибсон. «Ну вот», — сказал Шерлок Холмс, выбивая табачный пепел из трубки, традиционно выкуренной после завтрака, и медленно снова набивая ее. «Вот джентльмен, которого я жду. Что до истории, у вас вряд ли достанет времени пробежать все эти газеты, а потому я вынужден сообщить ее вам в двух словах, чтобы вы могли в полную меру разобраться в происходящем». Этот человек — крупнейший финансовый магнат в мире и, насколько я понимаю, отличается бешеным и неукротимым нравом. О его жене, жертве трагедии, я знаю, что она была уже не первой молодости. Обстоятельство тем более злополучное, что воспитанием двух их маленьких детей занималась очень привлекательная гувернантка. Вот три участника случившегося, а сцена — великолепный старинный господский дом, средоточие исторического английского величия. Теперь о трагедии. Жену нашли в парке почти в полумиле от дома поздно ночью, одетую в вечернее платье, с шалью на плечах и с револьверной пулей во лбу. Вблизи нее не обнаружили никакого оружия и никаких указаний на убийство. Никакого оружия вблизи нее, Ватсон, заметьте это. Преступление, видимо, было совершено поздно вечером, а тело нашел лесник примерно в 11 часов, и тогда его осмотрели полиции, врач, прежде чем покойную, унесли в дом. Слишком короткий пересказ, или вам все достаточно ясно? Вполне ясно, но почему заподозрили гувернантку? Ну, во-первых, некоторые прямые улики. Револьвер с одной пустой ячейкой калибра соответствующего пули был обнаружен на полу ее гардероба. Его глаза прищурились, и он прерывисто повторил «На полу ее гардероба». Затем он погрузился в молчание, и я понял, что его мысли заработали в каком-то направлении и было бы глупо отвлекать его. Внезапно он вновь толчком вернулся к реальности. Да, Ватсон, его нашли. Сокрушающее доказательство, а? Так решили две коллегии присяжных. Кроме того, покойные нашли записку, назначавшую встречу на этом самом месте и подписанную гувернанткой. Как вам это? И, наконец, наличие мотива. Сенатор Гибсон – личность привлекательная. В случае смерти его жены кто, скорее всего, занял бы ее место, как немолоденькая барышня, по всем сведениям, предмет настойчивого внимания ее нанимателя? Любовь, богатство, власть и препятствие – лишь одна немолодая жизнь. Мерзко, Ватсон. Крайне мерзко. Да, Холмс, бесспорно. И у нее не оказалось алиби. Наоборот, ей пришлось признаться, что она находилась вблизи моста Тора, место трагедии, примерно тогда же. Отрицать этого она не могла, так как ее видел там проходивший мимо житель соседней деревни. Действительно, выглядит неопровержимым. И все же, Ватсон, и все же! Этот мост, широкая каменная арка за блюстрадами по сторонам, переброшен над сужением длинного глубокого водного пространства с берегами, заросшими камышом. Зовется оно «Болотом Тора». Убитая лежала у входа на мост. Таковы основные факты. Но вот, если не ошибаюсь, и наш клиент. Значительно раньше назначенного часа. Билли открыл дверь, но назвал совершенно неожиданную фамилию. Мистер Марлоу Бейтс был абсолютно незнаком нам обоим. Худой, нервный фитюлька с испуганными глазами, с нерешительной, дерганной манерой держаться, человек, на мой профессиональный взгляд, находящийся на грани полнейшего нервного срыва. «Вы как будто взволнованы, мистер Бейтс», сказал Холмс. «Прошу, садитесь. Боюсь, я смогу уделить вам лишь краткое время, так как в одиннадцать у меня назначена встреча». «Я знаю», — еле выговорил наш посетитель, выстреливая короткие фразы, будто совсем запыхавшись. «С мистером Гибсоном». «Мистер Гибсон, мой наниматель, я управляющий его поместье, мистер Холмс». «Он злодей, адский злодей». «Сильное выражение, мистер Бейтс». «Я вынужден говорить так, мистер Холмс, поскольку времени почти нет. Я ни за что на свете не хотел бы, чтобы он застал меня тут, а он вот-вот придет. Но я никак не мог добраться до вас раньше. Его секретарь, мистер Фергюсон, только сегодня утром сказал мне про его встречу с вами». «И вы его управляющий?» «Я уже предупредил его о моем уходе. Через пару недель я вырвусь из этого проклятого рабства». «Безжалостный человек, мистер Холмс, безжалостный, со всеми, кто его окружает. Благотворительность напоказ, прячущая его пороки и грехи. Но главной жертвой была его жена. С ней он был свиреп. Да, сэр, свиреп. Как ее постигла смерть, я не знаю, но я уверен, что он превратил ее жизнь в нескончаемое страдание. Она была дочерью тропиков, бразильянкой по рождению, как вы, несомненно, знаете. Нет, это от меня ускользнуло. Тропическое по рождению с тропическим характером, дитя солнца и страсти. Она любила его, как способны любить подобные женщины. Но когда ее физическое обаяние утратило силу, мне говорили, что когда-то оно было неотразимо, удерживать его ей стало нечем. Нам всем она нравилась, и мы сострадали ей и ненавидели его за такое обращение с ней, но он, мастер притворства и коварства, вот все, что я могу сказать вам. Не верьте его лечению, она прячет совсем другое. Теперь я ухожу. Нет, нет, не задерживайте меня. Он вот-вот будет здесь. С испуганным взглядом на часы наш странный посетитель буквально выскочил за дверь и исчез. Ну-ну, сказал Холмс после некоторого умолчания. Мистера Гибсона словно бы окружают приятные преданные домочадцы. Но предостережение весьма полезное, а теперь нам остается только дождаться появления его самого. Ровно в одиннадцать мы услышали поднимающиеся по лестнице тяжелые шаги, и в нашу комнату вошел знаменитый миллионер. Взглянув на него, я понял не только страх и неприязнь его управляющего, но и злейшие обвинения, которыми осыпали его столь многочисленные дельцы. Будь я скульптором и пожелай идеализировать образ преуспевающего предпринимателя с железными нервами и загрубелой совестью, я выбрал бы в натурщике мистера Нила Гибсона. Его высокая, худая, но кряжистая фигура намекала на ненасытную жадность. Авраам Линкольн, снидаемый вместо высоких низменными устремлениями, мог бы дать некоторое представление об этом человеке. Лицо, будто высеченное из гранита, жестокое, рубленное, беспощадное в глубоких морщинах рубцах бесчисленных кризисов. Холодные серые глаза, пронзительно смотрящие из-под щетинистых бровей, по очереди оглядели нас. Он небрежно поклонился, когда Холмс назвал меня, а затем с властным видом хозяина придвинул кресло к моему товарищу и сел, почти прижав к нему костлявые колени. «Позвольте мне сразу же сказать, мистер Холмс, ничто. Можете сжечь их, если это поспособствует вам осветить правду. Эта женщина невиновна, и эта женщина должна быть полностью обелена, и сделать это надлежит вам. Назовите ваш гонорар». «Мои профессиональные услуги оплачиваются по установленной таксе», холодно сказал Холмс, «и я не отступаю от нее, кроме тех случаев, когда вообще отказываюсь от оплаты». «Ну, если доллары не играют для вас роли, подумайте о славе. Если вы преуспеете, каждая газета в Англии и в Америке разрекламирует вас до небес». «Благодарю вас, мистер Гибсон, но не думаю, что я нуждаюсь в этом». «Возможно, вы удивитесь, узнав, что я предпочитаю работать анонимно, и привлекает меня сама проблема». «Ну, мы напросто тратим время, давайте перейдем к фактам». «Думается, все существенные вы найдете в сообщениях прессы, вряд ли я способен добавить что-то вам полезное. Но, если вам требуется более подробное освещение чего-либо, то «потому я и тут». Но требуется только одно дополнение, а именно «каковы были подлинные отношения между вами и миром?»